Привет зрителям! Я недавно вымыла волосы, они еще сырые. Если ты читал название видео, то сейчас я тебе скажу, это речь не обо мне, я рожать не собираюсь. Но я просто на днях встретила женщину одну, которая, как я поняла, родила в 38 лет, и она очень комплексует из-за этого. Сейчас ребенку где-то 4-5 года. Ну, в общем, или 38, или 39, ей 42, и ребенку 4-5 лет. Вполне себе здоровая, нормальная девочка. Если вдруг кто-то узнал себя, ну вот и думайте, вы это или не вы. Короче, тема у меня позднородящей женщины. Во-первых, это у меня завтрак, хоть и обед. Потому что получилось так, чтобы стало чуть позже, чем нужно. И пока то, пока сё, пока медогонку на сушку выставила, пока другое что-то, пока голову помыла. Это у меня остатки борща на домашней самопальной борщевой заправке. И чищенный огурец с участка моего близкого родственника по этой деревне. Просто огурец с солью. Я что-то так посела на огурце с солью, чищеная. И хлеб из холодильника, потому что хлеб, который мне привезли, осталось там буквально одна четверть, и он уже отдает богам душу. не пищепригодный. Ну и сметана, которую мне тут привезли. Так вот. Для тему позднорожающих, рожающих. Я услышала ещё эту, ну, что-то осуждается, это понятно. То бишь мне, точнее, это непонятно. Но как бы это не новое, что позднорожающие женщины обсуждаются. Почему-то, вот я даже не знаю, может, опрос провести, как вы зрители считаете, кого больше осуждают, то девочек малолетних, до 18-летних, недостигших, которые рожали. Вот со мной учила девчонка в девятом классе, она была беременная. Я не знаю, закончила она школу или нет, но у неё дочка, в отличие от мамы, не стала рано рожающей. А вот другая девчонка тоже родила, вроде как, в 16. Что-то соли мало, хоть я и солила. И вот её дочка, а у неё, кажется, 2 или 3 ребёнка всего, ну, в общем, вот и девчонки. Её дочка примерно в том же возрасте, уже беременная, как и её мама. Так вот, может, на канале отдельно проведу, как вот вы считаете, кого больше обсуждают общество. Девушек, девочек, женщин, родивших детей до 18 лет, или тех, кто вот, как я услышала при луках на празднике, 27 лет считается уже поздно родившая. Так вот, начиная с 27 лет и выше, поздно родившие женщины, кто больше обсуждается людьми, в общем-то, теми, кому хочется кого-то пообсуждать. Как вы сами считаете? Нормально ли рожать после, как выяснилось, при луках 27 лет? Но там человек как бы говорил о себе, что вот считается, что поздно родившая уже после 27. и она так поняла, родила, где-то после 27 лет, все нормально родила, никаких проблем ни с ней, ни с ребенком не возникло. Чисто личные примеры, сейчас проголоку посмотрю. У одной, у моей мамы было несколько подруг, и две из них были с детьми до сих пор. И вот у одной, у одной подруги, моей мамы, дочка, опустим тот момент, что мы с ней больше не общаемся по ее инициативе, даже среди таких людей есть. Хотя, в принципе, ну, сейчас разговор не об этом, можно поговорить на эту тему, думаю, в другом видео как много встречается тех, кому невыгодно с вами общаться, даже среди близкого окружения. У меня тут была свеколка в этой заправке большими кусочками. По стене ползет кирпич. У меня тут была так аоз. Но сегодня, на удивление, если только одна где-то попадется, заблудшая душа осиная, так вот. Одна дочка маминой подруги родила в 35 лет. Первый раз. Насколько мне известно, это у нее первый детственный ребенок. Ребенок родился здоровым. У нее, насколько я помню, проблем тоже вроде как не обнаружено. Все счастливы. Одна моя подружка у меня просто в заправке был лук. Положу хоть на бумагу. Лук в большом количестве. И когда делала заправку, меня не напрягалось, что я буду есть, и мне там попадется лук. но периодически, когда я его вяжу, вареный лук, в тарелке, мне хочется его куда-то деть. Пусть это я делала или не я делала. Моя подруга родила в 34, а через месяц ей стукнуло 35. Ребенок здоровый. И она, ну, относительно ее здоровья, это другая тема, которую я перейду в этом же видео. Я опять полезла в прогалку. Ну и чуть более рано рождающие. Не скажу, кто в 25 лет родила вполне себе здорового ребенка. Ребенку скоро будет 17 лет. Опять же, не скажу, кто по меркам того, что я услышала при луках. Возможно, это не только при луках, так считается. Поздно рождающая в 28 лет родила ребенка. Ребенку в следующем году будет 10 лет. Вполне себе здоровый ребенок. Опять же, все счастливы. В полру того, когда я гадала на картах за 50 рублей за расклад, у меня было пару клиентов, мамы которых по разным причинам родили их одна в 40, другая в 43. То есть, можно сказать, в принципе, обычно уже становятся бабушками. Я не знаю, как к этому относились в Советском Союзе, но одна из этих клиентов очень осуждала свою маму, поздно ее родившую, в 43 года. Ибо достоверной информацией, когда уже мама умерла, это женщина, девушка внезапно, видимо, плакала крокодилями слезами и поняла, что была неправа в осуждении мамы. что там еще в моей шпыргалке? так вот, я считаю, что, ну, как бы считается, что после, даже мой приятель мне это говорил, что, если он вдруг, когда-то давно еще, я подозреваю, что это уже 100-500 раз сменилось, и, может быть, говорилось даже не всерьез, что если он вдруг женится, то женится на той, кто его старше будет на 10 лет, младше будет на 10 лет, потому что его возраст-то ей уже будет тяжело рожать. Я, может, ему ссылку на это видео потом. Я не знаю, смотрит он меня или нет, но фоном-то можно же осилить, да? Что женщина, допустим, в 30-е будет тяжело рожать, потому что здоровье не то, и т.д. и т.п. Во-первых, здоровье может быть не то и у малолетки. У любого человека совершенно. Не факт, что совершенно полноценно здоровые люди, мужчина и женщина, могут поспособствовать рождению 100% здорового ребенка. И у здоровой женщины может случиться ребенок с патологией. и мне кажется, это любой человек, у которого были курсы медицины, даже если он не собирался становиться медицинским работником, если он слушал внимание отдельно лекции, то он про это, в принципе, знает. Да, на культурологии это было. Тут же все свои. По идее, она вообще как чашка. Я просто думала, что у меня там бурщик осталось еще на два раза, думаю, за сегодня, за сейчас, за два раза его съем. Новый агурщик оставалось только на одну мисочку такую. Сейчас будем трескать о губочке. Так вот, когда малолетка из неблагополучной семьи залетает в кавычках и рожает, то, в общем-то, побольше всего это сужается. Особенно, если это было сделано по пьяни, если, она, даже если из благополучной семьи, но при этом страдает вредными привычками, это никотин, сигареты, алкоголь, наркотики. Залетает, соответственно, с незапланированной беременностью. рожает ребенка 50 на 50, ребенок будет обласкан мамой, может, ребенок отдастся бабушке и пойдет дальше плодиться и множиться. благо я в этом году узнала, причем сначала от своей знакомой в чулках, внезапно встреченная, потом в газете, которую мне кто-то дарит уже, наверное, второй год подпиской. Ну, в этом году она полноценно приходит, в прошлом году она несколько месяцев шла, в начале и потом в конце. российская газета. Я ее все время пытаюсь почитать, но так получается, что она складируется у меня, потом уводится в деревню, а тут нужны газеты, на разные нужны. Но иногда я все-таки читаю, причем даже здесь. Так вот, я узнала, что, по-моему, многодетные семьи теперь наш президент решил поддерживать, и за третьего или четвертого ребенка, за третьего, потому что четвертый потом еще был только в беременности, на третьем месяце беременности. Есть возможность погодить сеть ипотечный кредит с помощью государства. Учитывая, что ипотечный кредит можно взять еще и за счет материнского капитала, это чисто знай по одной своей подружке, у которой квартира в таком образе взята была и двое детей. Вот, саппи прилетела. Не знаю, в кадр влезет, а то нет. Так что, видимо, по стене подзыл кирпичом. Гляну-ка я еще в порталку. Это все вообще совершенно спотанно, я никак бы не собиралась сеть на даблю. Так вот, после того, как передо мной стал извиняться человек за то, что поздно родил ребенка, а ее подружка родила более-менее в стандартном возрасте 20 плюс. Ну, глядя на этого ребенка, я тоже нечего. Как бы видно было, что несчастливый. Меня эта тема очень напрягла, мне как-то стало за человека обидно, я очень сильно ей стала желать, чтобы у нее случилось что-то хорошее в жизни, чтобы она стала чуточку увереннее в себе. и перестала комплексовать по каким-то таким поводам. На мой взгляд, незначительно. Вот для чего, что я вот решила записать это видео, решили пожрать мой кусочек хлебушка. Вообще видно, что она пытается пожрать мой кусочек хлебушка? Меня не видно. Ну, короче, тут Аса пыталась пожрать мой кусочек хлебушка. У меня тут все стоит на... И питается камера от аккумулятора, телефон на зарядке. Полный счет на другой зарядке. Ммм. Так я к чему? Я считаю, что если ребенок зачался потому, что его хотели, а не потому, что побухали и забыли предохраниться, или не только побухали и просто забыли предохраниться. Короче, нежелательная беременность либо та, которую хотели. Так вот, ребенок от нежелательной беременности, он чаще всего не счастливый в семье. А тот, которого хотели, вот меня хотели. Ребенок счастливый. Даже если там кто-то из родственников будет гнобить, что вот у тебя мама одиночка, или, ну, что, соответственно, родила вне брака, либо же у кого-то это, соответственно, родила поздно. Желательно говоря, не понимает таких родственников. Особенно, если мать свою дочь гнобить за то, что она родила, потому что хотела ребенка. если человеку к 30-40 годам вполне себе физической здоровье, вел нормальный образ жизни, не жрал тоннами таблетки для похудения, где надо делать еще, допустим, комплекс физических упражнений и определенную диету соблюдать. Но, поэтому, просто жрал, допустим, таблетки для похудения, ничего не ела. Чем угробливая свое здоровье, не жрал тоннами противозачаточной, а потом, ой, а почему не могу залететь? Будем у меня такие знакомые девушки. И человеку по какой-то причине не мог, допустим, забеременеть. Не было подходящего мужчины. Не все же хотят от первого встречного алкоголика плодиться множество. Беременность это случилось после 30-ти, допустим, лет первое. То в чем смысл осуждать такого человека? Ну, все не понимаю. Ну, и, допустим, не все же готовы родить зайку, чтобы потом и будет лужайка. Без лужайки. Я какой-то такой анекдот видела, не помню, то ли в интернете, то ли в газете в какой-то. На облачке сверху Бог. Внизу человек женского пола с ребенком. Вот родила зайку, теперь Бог дал Бог зайку, даст лужайку. И Бог, значит, сверху с этого облачка говорит, ничего я тебе не давал. Вот где взяла зайку, туда иди за лужайкой. Она идет с ключом типа ай, нет, ничего. Ну, есть такие люди, которые даже в комментах на ютубе подозреваю многих не только у меня там прыгают и вопят. Что типа дадут зайку, дадут зайку, место держить. мне мне кажется адекватные люди и мужчины и женщины вообще адекватные люди. Понимаю, что ребенку тоже будет тяжело, допустим, если вы живете в однушке, ну, однушка однушка розы. У меня одна классика жила в однушке малосемейки, у них была кухня, чуть меньше моей комнаты. И она частично была оборудована под спальное место. Ну, и комната как моя, плюс еще прихожая довольно большая, ладно, туалет тоже побольше моих. комнатка гардеробная такая чуть меньше моей кухни. А все равно я считаю, что у ребенка все-таки должна быть какая-то отдельная жилплощадь, в смысле, что вот у вас комната, вдруг вам приспичит еще ребенка сделать. Ну, ребенка комната, хотя бы двушка. где общая, допустим, кухня. В идеале трешка. По себе, сужба, у меня была своя личная комната. Хотя изначально в этой комнате ночевали еще мои родители. Потом уже я с моей в итоге одна. Деньная комната была у бабушки и дедушки. и общая такая, бесивая. Ты увидеть на съемных квартирах тоже, тут еще гемор. Так, ты платишь за коммуналку, за съем квартиры, тебе еще надо обуть одеть, накормить своего ребенка и себя, соответственно. не всегда зарплата позволяет с одной работой это все покрыть. Человек будет уставший, ему будет не до ребенка, ребенок будет недолюбленный. недолюбленные дети в будущем могут стать проблемой своей второй половины или вообще просто сами себя. проблемой общества. Потому что не все человеки создают, что не обязательно быть сменей, чтобы чего-то достичь. может неудачное сравнение с животным свинья, может надо сравнить давно. Так вот я все думаю детям, которых родили будучи в какой-то живет съемной жиглошки, при этом ограничены финансы. По счастью наверное насильны детям, которых родили по залету ради галочки. залетев чаще из-за употреблений. Чем дети с запланированной беременностью, либо же да-да, ну вот когда-нибудь случится и хотим, и при этом обеспечены хотя бы минимальным каким-то жильем своим, даже у родителей. Ну и этот мим, что после 30 рожай, после 27 по предусским меркам. Рожай плохо, поздно. Это ваши шаблонные часики текают, куда они текают. Если вы 15 лет начали бухать, пробовать, курить, пили все, что горит и вообще как-то не особо блюли хотя бы минимальную личную гигиену, то вам любому возрасту будет поздно. на то, женщину после родов в 90% случаев распирает, но если она, допустим, кормит грудью, то у нее вес соответственно сам естественным путем сходит, но если она при этом хоть минимальные какие-то физические упражнения исполняет, не хоть вокруг меня летать, где там баночку с медовой водичкой поставила, верни туда к своим подушкам. Такое это элементарно камень грудью и при этом да-да, медицинский факт. А ты мама и одной моей подружки. Она была гинекологом. Если женщина после родов кормит при наличии молока, а в принципе если определенные даже травки пропить будучи беременной и после тот же киплей допустим употребляй пищу в виде чая кормится свое чало молоком своим, то она как бы худеет. Просто минимально такие даже гирей помахать. Минимальные физические упражнения, движения, какие-то движения, нормальное питание, то вполне можно привести в норму. Это для тех, кто будет выше, вот после этого. Надеюсь, у тебя обязательно растет. Особенно, когда фигура уже не та. Видите, огурцы с солью? Без шкурки. Катерёш много из вас тех, кто осуждает себе подобных родивших поздно. Поздно понятие растяжимое. И есть из вас тех, кого наоборот осуждают. Для рождения ребенка после 25. ну вообще как вы к этому относитесь? Допустим, ваша там соседка по площадке внезапно в 39 лет забеременела и решила родить. Либо ей 40, а она родила. Ну, что, допустим, раньше уровень жизни был несколько иной. Ну, с моей соседкой по деревням обсуждали такую тему, что вот есть у нас флоки моя прабабушка, мама моего дедушки. ей там на фотке где-то 57 лет. Но она выглядит как сейчас допустим выглядят 80-летние бабушки. Тогда не было стиральных машин. Стирали вручную. Не было полистосов. Соответственно все это опять же веником все мыли. Подметали. не было кучи такой вспомогательной кухонной техники. Никаких тебе насосов. С пруда воду носили сами. Сколодца на коромысле. Косили косой. Корову подорить, куриц накормить. У кого там опцы или свиньи. товарищ рано. Ножили спозно. Обеденный шон окей. Но все это очень тяжело физически. Соответственно идет уход на здоровье. Естественно тогда медицина была в несом состоянии что сейчас. А я допустим в улице сейчас медицина как-то дегратирует. последние несколько лет. Хотя вроде повсеместно такой прогресс. Естественно были какие-то осложнения природы. медицина никакая. Ну и продолжительная жизнь была не особо супер такая суперская. то соответственно и тогда действительно было поздно я думаю рожать для них. Потому что не факт что ты еще доживешь до сорока лет. А сейчас даже минимально развитых с медицинской точки зрения медицинского минимально развитого медицинского обслуживания в каких-либо там городах и деревнях если ты ведешь нормальный образ жизни даже если ты там по праздникам выпиваешь но ты знаешь меру если ты занимаешься минимальным комплектом спортом даже чисто за примеру хотя он мужчина который 79 лет отдал богу душ года три назад короче ему было 79 лет он едем на велосипеде так что я думала что ему от силы 60 и то это вот слишком таким натяжкой он выглядел очень хорошо у него была хорошая спортивная физическая спортивная форма он жил в деревне он даже таскал воду с колодца с пруда что-то там делал огород свой вел но если человек следит за собой понимает что физическая активность минимальная это все-таки лучше чем закинуться горстью каких-то там базов таблеток непонятно чего то соответственно он будет выглядеть лучше и физически тоже себя лучше ощущать если он допустим женщина потому что я не знаю мужчину вроде пока еще не рожают то почему бы и не родить ребенка если вдруг приспичило после 40 например или в 35 меня я вообще есть мед печенье конфетка и варенье ну что-то я так огурцов надрез класс мне уже не охота ничего складируем потом потом так так вот зритель я желаю тебе добра пусть в твоей жизни что-то хорошее случится если ты любишь негативить своим нутром в комментариях под творчеством блогеров либо других творческих людей то пусть у тебя от случившегося добра чего-то хорошего не будет желания делать это потому что когда ты пакости что-то кому-то даже словесно то в принципе ты выплескиваешь свое нутро и тебе возможно немножко становится легче кажется что стало легче но твои проблемы от этого не решаются а если у тебя случится что-то хорошее то радуйся тому что-то случилось и не нужно смотреть по сторонам в поисках цели для обсуждения потому что возможно ты тоже уже являешься чьей-то целью обсуждения либо сможешь можешь ей стать в самый свой неподходящий момент особенно когда человек уставший и ему хочется если не добра то хотя бы немножко покоя а его наоборот начинают набить огнобление огнобление хорошего обычно не случается всем спасибо я надеюсь вы пожрали если хотите поддержать канал поддержите я буду рада где-то тут будет облачко если хотите чтобы я словила минимальную копейку можете купить закваску боксдрав по промокоду авиафоревер по 10% скидке если вам вдруг нужна закваска боксдрав или косметика продвижер если вы вдруг хотите оздоровить свой организм бадами витаминами или спортивным питанием себя побаловать то 25% скидка там все в инфобоксе будет по промокоду и вообще по ссылочке на продукцию кстати я ее сейчас съем сегодня на завтрак ела вот эти капсулы GLS Pharmaceutical российского производства тоже даст вам стимул жить допустим ну не знаю ваша покупка сделает мне маленькую копейку да ну и всем пока спасибо за просмотр спасаем хруст прощается ремень лето в